Всем приветики дорогие зрители и подписчики! Как вы уже можете знать из предыдущего видео, я остановилась на Пхухете на Патонге в отеле Naturel. Сейчас я иду на завтрак и покажу вам, чем же нас там кормят, вкусная еда или невкусная, и какое разнообразие блюд. Пойдемте со мной! Мы только что получили талончики для завтрака. Без таких талончиков вас на завтрак не пустят, и при утере талончиков тоже полагается большой штраф, так что будьте внимательны и никуда их не теряйте. Вот сама столовая, само помещение. Так, мы заходим. Котик ходит. Вот так у нас выглядит сама столовая. Пойдемте покажу, что у нас предлагается на завтрак. Здесь у нас стоят тарелки. Все чистые, кстати. Улыбки и белки. Тарелки еще подносятся. Салфетки из обочистки. Несколько костеров. Здесь же свежий хлеб. Джемы. Апельсиновый, это клубничный и масло сливочное. Здесь также есть хлопья и молоко. Яичница. Рис с яйцом. Это везде в Таиланде популярное блюдо. Макарошки с яйцом и зеленым луком. Это, так понимаю, скварочки бекона. Куриные сосиски. Омлет. И свиные сосиски. Здесь у нас специи. Соль, перец и соус какой-то. Зеленый лучок. И тут рисовая каша. Здесь у нас овощи. Тоже какие-то соусы, кетчуп, приправы и фрукты. Были еще ананасы, но я уже не успела за ними. Ананасов уже нет. С напитками кофемашина не работает. Много чашечек. Здесь у нас чайничек с чаем и кофе. И сопки. Гуава, апельсиновый и какой-то красненький. Вот так выглядит сама столовая. Здесь у нас есть столики на открытом воздухе. И столики под навесом. И все. Я сажусь кушать. Всем приятного аппетита. Это у меня здесь яичные закуриные сосисочки. Немножко риса. Немного макарошек. Уже вкусно не менее вкусные. И арбузы, и томаты. Все, что у меня осталось от фруктов. К сожалению, ананасов нет. Ну что, мои хорошие. Питание в этом отеле неплохое. Все было съедобное и даже более-менее вкусное. Также, если блюда заканчивались, то их подносили снова. В частности, принесли я ананасики. И они мне тоже достались. И так, как я вам обещала, давайте с вами начнем обзор территории этого отеля. Вот основной корпус находится за моей спиной, в которой я заселилась. Давайте вам немножечко его покажу. Здесь везде уже стоят корзины уборщиц. Активно все убирается. Здесь есть как лестница, так и лифт. Лифт вечером отключается. Нас поселили недалеко от лифта. Я вам вчера жаловала, что расположение очень плохое. Но в итоге сегодня мы решили комнату не менять. Потому что переночевали. И на самом деле здесь тихо. Возможно, из-за того, что лифт отключают, не слышно шума. Он не ходит туда-сюда. И на самом деле туристов в корпусе немного проживает. Поэтому здесь не шумно. И решили мы все-таки остаться здесь. Потому что все равно уже скоро уезжаем отсюда. Так что лишнюю ночь переночевать нам, в принципе, все равно с каким видом. Итак, пойдемте. Я вам покажу саму территорию отеля. Вот здесь находится Бунгало. Несколько аллеек. Давайте я вам их покажу. Кто живет в Бунгало, слышала их отзывы, тоже им нравится. Но в Бунгало более шумно. Я проходила вечером. Потому что здесь больше собираются компаниями. Поэтому, если вы хотите спокойный сон, то, конечно, лучше в корпусе селиться. Ну а если хотите выходить, дышать свежим воздухом, собираться компаниями на террасе, тогда лучше. Бунгало. Не знаю, сколько стоит Бунгало. По-моему, немного дороже, чем корпус. Но вот комната в корпусе, я вам уже рассказывала в предыдущем видео, стоит 900 бат на двоих человек с завтраком. Это около 1800 рублей. Пойдемте дальше. Покажу вам бассейны. Здесь на территории два бассейна. И каждым из них можно пользоваться. Около бассейнов стоят шезлонги. К сожалению, мало тени около бассейнов, потому что деревья здесь, как вы видите, невысокие. Давайте-ка я сделаю побольше салфи-палку, чтобы вам было лучше видно территорию, а не только меня. Здесь же какая-то парковка. Кстати, рядом находятся еще какие-то апартаменты находятся. Поэтому здесь баки подъезжают. О, надо это показать. Здесь очень много унитазов стоит. Видимо, достраивается отель. Видите, все привезли. Унитазы и плитка. Достраивается отель и делают новые номера. В общем, ремонт полным ходом. Вот мы уже подошли к одному из бассейнов. Территория компактная, но зелененькая. Как я уже сказала, не очень такая тенистая. Вот аллеи, где бунгало, они тенистые. А здесь, как вы видите, падает солнышко. Около бассейнов некуда спрятаться. Вот такой бассейн и отделение для деток тоже есть. Около бассейна есть душевая аллейка. Вы можете ополоснуться. Вот, это удобно. А также о полотенцах тоже вам скажу. Шезлонги пользования бесплатные. А полотенца вы должны брать в аренду. Каждый раз, когда берете полотенце, каждый день вы платите 20 бат. Стоимость это уже не возвращается. Это как бы стоимость аренды полотенец. Вот столовая. Я уже сняла для вас завтрак. Что у нас здесь было? Завтрак с 7 до 11. Здесь тоже все уже убирают и чистят. Пойдемте с вами сначала сходим на ресепшн. А потом вам покажу второй бассейн. Тут все рядышком, ресепшн тоже рядышком. Сегодня у нас в отеле нет электричества. Как выяснилось, не только у нас в отеле, но и по всему району. Так что после того, как я вам сниму сейчас территорию отеля, я пойду в торговый центр Джанк Цион, чтобы покушать. Потому что он находится где-то в километре от нашего отеля. До него реально дойти пешком. Конечно, не очень приятно по жаре, но что делать? Там можно покушать. Там очень много магазинов. Можно походить. Приятный торговый комплекс. Так что если вы не знаете, где покушать, то советую вам сходить туда. Там много кафешек. Макдональдс, пицца, хат. В общем, вот эти сети быстрого питания. Также там еще есть мороженое. Какие-то коктейли делают. Очень много разных кафетериев. И на первом этаже этого комплекса находится большой магазин Big C. Это магазин типа нашего Ашана. Он двухэтажный. Там есть и техника. Там есть и техника, и одежда, и косметика. Кстати, рекомендую покупать косметику именно там. Вообще, в магазинах больших сетевых, где хорошие условия хранения. А не на рынках. Потому что вы же не делаете так дома. Но какая косметика может быть на рынке? Здесь офис Annex Tour находится. Также есть на ресепшн девушка из Annex Tour. Так что, кто приехал по путевке, всегда можете к ней обратиться. Вот так выглядит наш хоу. Сейчас здесь не очень много людей. Потому что, как я сказала, сегодня нет электричества. То есть, нет Wi-Fi. А обычно сюда приходят для того, чтобы посидеть Wi-Fi. Потому что Wi-Fi бесплатный только на ресепшн. Днем, кстати, он очень плохой. Я вчера с трудом зашла в почту. Полчаса пыталась зайти. Ну, а вечером, ночью, когда людей мало, Wi-Fi нормально, хорошо ловит. Это стенд Annex Tour тоже, где вы можете посмотреть дату своего выезда. Непосредственно сам ресепшн. Вот выход из нашего отеля. Если хотите пойти на ночной рынок, рассказываю вам. Выходите из отеля, поворачиваете налево. Ночной рынок работает ежедневно. Там можно купить одежду. А также покушать. Купить фрукты. Купить фрукты. И что там еще. И можно приготовить рыбу, креветки. Ну, в общем, покушать тайскую еду. Также смусси. Свежевыжатые соки. И мороженое. Выходите из отеля, поворачиваете налево. Идти совсем недалеко. Если что, спрашиваете у местных ночной рынок Малин. Скажите, Малин Маркет. Если же вы выйдете из отеля направо, то пойдете в ту сторону, где находится Джанк Цион. Идете просто по прямой по улице. По вот этой шумной. Дойдете через километр до Джанк Циона. Что еще рядом с отелем? Опять же, выходите направо. Буквально 20 шагов. Видите страшненькую статую темнохожего аборигена. Проходите еще 20 шагов после этой статуи. Все также по прямой. И там находится кафе Ду Ди. Это тайская еда. Неплохое кафе. Недорогое. Я снимала в нем цены. И что можно покушать. Так что, если что, заходите в видео на моем канале. Оставлю вам ссылочку внизу в описании. Пойдемте смотреть второй наш бассейн. Опять же, показываю вам сам ресепшн. Здесь работают вентиляторы, когда есть свет. Что у нас тут еще интересного на ресепшене? Тут также бар с напитками. К сожалению, нет на ресепшне бесплатного кофе и чая. Во всех остальных отельчиках маленьких, в которых я останавливалась в этот раз на Потомге и на Короне, везде чай бесплатный. И кофе на ресепшн были. В номере тоже везде были чайник. И пакетики бесплатного чая и кофе, к сожалению, здесь нет. Ну, что поделаешь. Здесь у них другие преимущества. Это бесплатные бассейны и более-менее зелененькая большая территория. Детская площадка здесь же находится рядом с ресепшном. Несколько качелек. Здесь есть горок. Ну, и пойдемте с вами смотреть второй бассейн. Кстати, в прошлом году, год назад, я отдыхала в Паттайе в Таиланде, приблизительно в то же самое время, что и сейчас, в Амбассадоре. Это комплекс отелей. Там четыре отеля разной категории. Двойка, тройка, тройка и четверка. Тоже снимала об этом отеле видео. Если вам интересно, на моем канале оно есть. Очень многие писали в комментах, что отель такой ужасный. Находится так далеко от города, от самой Паттайи, что в море там грязное, плавать невозможно. Так вот, я вам скажу честно. Территория Амбассадора раз в десять больше территории этого отеля Naturell. Это целый мини-город. Там и свой рынок, и свои кафетерии. Там огромнейшие бассейны. Их несколько. Они очень чистые и очень красивые. Сама территория живописная. Не с Naturell, а даже рядом не стояла. В Амбассадоре завтрак был намного более разнообразным. Еда была более вкусная. И сам ресторан даже не сравнить. Он по размерам намного больше. Так что не знаю, что там все так возмущались. Чем ехать на Паттонг? Я считаю гораздо лучше поехать в Паттайю и остановиться в Амбассадоре. Море там точно такое же, как здесь на Паттонге. Что там, можно сказать, такое мутноватое? Что здесь мутноватое? Даже сказала бы здесь еще хуже. Потому что там все-таки частный пляж, отельный. То есть вы лежите только с туристами из своего отеля, а не какой-то городской. Итак, продолжаем наш обзор территории. Как вы видите, сзади за мной находится еще один отель-апартаменты. Он соседствует тут с нашим. Поэтому здесь стоят байки, парковка есть. И вот второй бассейн, наконец-то мы до него дошли. Вот тут еще один выход из отеля. То есть второй бассейн тоже совсем рядом с ресепшеном находится. Пойдемте. Некоторые домики Бунгава выходят прямо к этому бассейну. С одной стороны плюс, вы в любой момент можете выйти и прыгнуть в бассейн. С другой стороны минус. У бассейна, как вы знаете, всегда шумновато. Давайте посмотрим. Вот сам бассейн, тоже небольшой. И есть отделение детское. Здесь сваленное белье. Это убирают уборщицы, сваливают его сюда. Давайте обойдем его с этой стороны тоже. Здесь тоже можно помыться после бассейна. Вода, кстати, нормальная, не очень пахнет хлоркой. Я вчера купалась, она очень теплая. Потому что, ну конечно, здесь такая жара. Еще бы она была холодная. Так что после возвращения с Джанкциона, тоже обязательно здесь искупаясь. Также в этом отеле, к сожалению, несмотря на большое количество русских туристов, здесь 99,9% это наши туристы, наши соотечественники, приехавшие, насколько я понимаю, в основном с аннекс-туром. Я, как уже говорила, приехала своим ходом самостоятельно, здесь на две ночи, просто как остановка на Потомге. К сожалению, на ресепшен не понимают русских слов. А у нас многие туристы все-таки хотели бы, чтобы их понимали. Не понимают английского. Очень плохо говорят. Сами признали, что английский у них little, little, little. Так что решать проблему рекомендую через вашего туроператора, потому что им тут не дообъясняешься ничего. Из отеля можно вызывать такси. Если хотите куда-то поехать, то можете без проблем такси вызвать. Оплачивайте на стойке отеля, вам вызывают, и в нужное время такси приезжают. Кстати, опять же, о ПТЕ разница. В ПТЕ хоть и далеко амбассадор находился, без проблем уехать на тук-туке совсем дешево, либо поймать такси тоже недорогое. Здесь, на Потомге, меньше, чем за 200 бат, никакой тук-тук вас не повезет. Даже с места не сдвинется в пределах пляжа. Например, стоимость тук-тука с корона до потонка в одну сторону. Мы ехали вдвоем, с чемоданами переезжали. 400 бат меньше, они не торгуются, бесполезно. Очень таксисты упрямые, не торгуются вообще, не скидываются на совершенно. Ну вот и все. На этом наше видео подходит к концу. Я показала вам все самое интересное. Если у вас какие-то еще остались вопросы по этому отелю, задавайте, с удовольствием отвечу вам в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео о моем путешествии по Таиланду. Заходите, смотрите другие видеоролики. У меня есть обзоры пляжей Патонг и Корон, цены на еду, на одежду и на косметику, покупки китайской косметики. Так что, думаю, вам будет интересно. Если же вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Увидимся с вами еще. Я буду очень рада вас видеть. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок